Книга «Открытым оком», вопрос 1537, том 6, тема «Грех». Исход 21.6. То пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухашилом, и он останется рабом его вечно. Кавычки закрыты. «Не предупреждает ли Господь модниц, а теперь уже и модников века сего, носящих серьги по наущению некоего господина о вечном порабощении греху?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Никогда не слышал, не читал такого толкования. В этом стихе большая плотская любовь. «Остаться самому и всему своему роду в рабах, но только бы не расстаться с любимой». Слово «вечно» в этом стихе настолько необычно, что им пользуются и в других случаях, когда доказывают конечных вечных мучений. «Если брать в образ дырку в ушах, то тогда можно согласиться с предполагаемым нами толкованием, но ни у одного из святых отцов этого не находил. Сейчас так пятнают овец, на ушах разные порины, пни, рубчики, дырки, заслонки и вилки есть. Тело наше есть храм Божий, и потому должно быть неповрежденным. А серьги и прочие – это от дикости языческой, а не от духовного. 1 Коринфянам 3.17 «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы, левитам 19.28, ради умершего, не делайте нарезок на теле вашим и не накалывайте на себе письмен. «Я Господь Бог ваш!» Кавычки закрыты. Иоанн Златоуст очень гневно поясняет это пророчество пророка Исаии. Исаия 3.16.23 И сказал Господь за то, что дочери Сиона надменны, и ходят подняв шею, и обольщая взорами, и выступают величавою поступью, и гремят цепочками на ногах, оголит Господь теми дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их, в тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах. И звездочки, и луночки, серьги, и жерелья, и опахала, у вяслой запястья, и пояса, и сосудцы, с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и плотки, и кошельки, светлые, тонкие, и пончи, и повязки, и покрывала, и будет вместо благовония, лавония, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой япончи. Кавычки, узкое, вретище, вместо красоты, лимон. Кавычки закрыты. Нам, христианам, эти украшения совершенно не нужны и вредны, и носящие таковые должны быть выведены за дверь храма. 1 Тимофею 2.9 Чтобы также и жены с приличным одеянием, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою. 1 Петра 3.3 Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде. Кавычки закрыты. Все это нужно только для обольщения, чтобы завлечь чужого самца, как говорит Ефрем Сирин.